Всем привет, вы находитесь на канале FastGuardTV, добро пожаловать в демо-версию игры под названием Juicant. Я, наверное, предполагаю, что люди хотели, чтобы её называли со французским акцентом, потому что это делают Don't Not, которые французы. Но я не умею делать французский акцент, поэтому неважно. Это была одна из тех интересных игр, которые показали на Xbox Games Showcase, и у неё обзавелась демо-версия, вот там, день назад, я не знаю. Затем очень сложно следить в процессе того, как эти презентации изначально проходят. Поэтому давайте посмотрим, потыкаем, это игра про то, что мы будем куда-то лезть. Русский язык в игре будет на релизе, но типа у демки сейчас пока написали, что кроме английского и французского ничего нет. Но не думаю, что это сильно проблема, тут сюжет очень, конечно же, важен. Вот у нас здесь... Это, короче, французское обозначение момента, когда у океана прилив. Как это связано с горой? Сейчас узнаем. А-а-а-а, потому что... Так, тут ещё и смысл есть, смотри. Это когда-то было океаном. Продолжение следует... 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 Отдохнуть можно? Да, отдохнуть можно, но это, смотри, это не имба, потому что у меня общая полоска стаймента упала все-таки. Я могу просто немного восстановиться, чуть-чуть. Ну вот, общий отдых произойдет тогда, когда вот я сейчас сюда залезу, вот видишь, да, все. Окей. Что-то здесь ничего нет. Какие-то корзинки, я не знаю. Люди здесь жили на этой штуковине, что ли? Не, ну веревку что, по лестнице? А, ну хотя тут такая лестница, я понял. Где-то, кстати, недавно еще вот так вот надо было карабкаться, но я не помню где. Где-то это была отдельная механика. Собрать две детали, бла-бла-бла, удачного мореплавания. А, перестать работать с рэм, короче, какая-то абсолютно бесконтекстная история. Точнее, наоборот, это какая-то контекстная история, для которой контекст требуется, у нас его нет. Ну типа здесь занимались, это все, что вам нужно знать, по большему счету. Что с оптимизацией в этой игре? Так, что? Подползла. Даунап. А-а-а-а. Можно прям вот так вот веревкой. Слушай, прикольно. Физика прям вообще кайфовая у персонажа. Что это такое? А, это для шортката. А, я могу просто, да, установить тогда сюда? А, я могу тут спускаться. Ну, по сути, да, это и есть шорткат. Если захочу, слезу. Не захочу, не слезу. Я просто, знаешь, что удивляет? Ладно, там всякие вот эти корабли. А-а-а, подводные лодки. А что, а что это за огромный просто такой вот пилон в воздух на несколько километров? И это за кадром. А-а-а... Ну, правдно. А-а-а... Ну, правдно. Редактор сетias Cruc facebook. Ну, что я пыталась. Да. Девочки, да. причем вода судя по всему почему она растворилась у черта вода судя по всему убывало то есть люди как бы перемещались все ниже ниже и ниже к воде теперь все теперь я сам буду устанавливать веревку а могу я ее не устанавливать типа она фига она мне нужна я и так идеально могу залезть куда захочу еки как там с мельницей бизнес очень медленно идет в ресторане практически никто не пришел прошлой ночью на прошлую музыкальную ночь хотя люди спускаются отовсюду я даже я знаю что мы типа не играем на этих на ракушках больше но все же я думаю может быть добавить может быть грит это люди просто это мимо проход не замечает если мы потом будем играть в игру что очень вероятно мы это там прочитаем какой-то можно было схватиться прям так что за штук хватай ну вот ну вот подожди а куда мне у меня же не вниз вот она не схватилась так вот тут я не очень понимаю за что именно но хоть чтобы я схватился вообще ну-ка давай подальше попробуем из-за этого тоже на не хватается а вот смотри тут даже есть этот след ну-ка до конца что ли вообще он туда в угол короче в целом это не просто игра с интересной механикой лазания ну более менее интересный это тут есть какой-то сюжет даже сюжет мир лор смысл потом конечно скорее всего в конце окажется что вот короче и люди которые сюда спускались они на самом деле-то и виноваты в том что океан да вот это вот но это чё такое это грибы активировал чуть и такое а зачем шорткаты мне нужны как будто я собираюсь прям возвращаться или чё ли мне потом придется лезть обратно вниз ну то есть да видишь здесь еще строили какую-то вот систему что можно было лодки выводить перина все вот такое вот зачем я сюда это поставил вот зачем у меня веревка в упоре очень странно качели на земле что можно виндзеру а ну-ка вниз хочу но вниз хочу только бы чтобы она не упала сейчас у ка если она упадет кстати вот такой высоты нормально нормально еще одна записочка я еще не начал свою смену точнее я еще не что нужен контекст нужно пищи пустыню преодолеть караван подготовить саму себя не подготовит короче я говорю контекст а но если я веревку не активирует она активируется сама окей без веревки эту игру пройти нельзя я просто думаю может там потом на релизе будет какая-нибудь ачивка пройти игру ни разу не воспользовавшись веревкой например о нет вот такие штуки единственный момент то есть это не в укор игре это просто вот мысли которые немного последнее время чуть ли не в каждой игре начинают уже активироваться стори тейлинг через окружение это круто все дела но короче мне кажется было бы неплохо если бы разработчики в целом начали придумывать какие-то новые более наверное интересные вещи нежели чем ну дабл джамп о прикольно нежели чем записки потому что записки это уже настолько старо это уже настолько типа заезжено и это так всех бесит особенно если она в большом количестве сделано что он у просто кошмар мне чё туда человек-паук о нет давай с криками тоби магуайра а вниз или наверх наверно вот сюда блин механически прям очень нравится реально коль клёвы сделали причем это don't know the don't know ребята и у нас интересные они разработчики life strange вот не всегда у них правда получается сам же life is strange но они такие ребята нестабильные то есть если какой-то прям вот стори тейлинг то они его делают ну как правило хорошо если какие-то интересные механики связанные с не знаю с чем-то необычным более-менее вот тут уже бывают всякие промахи потому что они же делали вампир вампир это просто катастрофа в плане всего практически хотя там я не знаю ему как-то крутили баланс может они в итоге его и починили но я проходил это на релизе это было ужасно просто ну вот поэтому don't not ну тот же life strange то есть первый у них как бы есть он клёвый достаточно потом 2 у них есть он уже ну как бы не такой клёвый true colors своеобразный в это же время они делали remember me которые абсолютно великолепно а то подожди правда life is strange по-моему в какой-то момент дэк-найн начали этим заниматься дант но про вроде вроде как тоже участвовали но но это несправедливо тогда будет от немного все-таки другая история чуть-чуть вот а здесь прям хорошо пока ну и я на самом деле не очень понимаю что именно здесь может пойти не так потому что здесь как бы каждый такой этап это пространственная головоломка где ты должен ну а пока челленджа нет никакого потому что там я так привыкаю к механикам о туда пойдем час я привыкаю к механикам я только начал только разогрелся да только осматриваюсь потом наверняка вот какие-то сегменты где надо будет полностью значит менеджить стамину чтобы она не падала правильно расставлять там эти якоря да что это за штуковины такие кошмар поставил камень это какой-то коллекта был наверно будет чуть такое лин отправилась наверх чтобы узнать можно ли расширить площадь раскопок наверно это раскопки без босса ветра в принципе копать это таскать всякие ящики нормально но камни как копать это конечно такое себя ты двигать не только начало нравится работать с археологами основа начал чувствовать себя полезным и работа уже встала не думаю что на основа как-то то начнется я не не понимаю как именно мы могли бы продвинуться дальше как насчет тебя как там снизу иди все еще отказывается идти в школу господи зачем а ну вот понимаешь вот 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 такого здесь объема записки но это прям прям много же ребят ящерка была ящерка окей пошли обратно к маяку я говорю русский на релизе появится вот это пока не то чтобы стуре таллинг это просто история о людях которые здесь жили кстати непонятно где они сейчас то есть ну я не думаю что они там умерли или что-то такое потому что ну трупов нет по крайней мере вот есть они наверно куда-то делись в процессе из этих записок наверное мы об этом узнаем вот ну и так просто информация о мире чем здесь занимались какие-то детали интересные моменты подожди что это за микрокод это не микрокод ты кто это крыс как что это крысокабан какой-то янка должна должно быть уже где-то неизвестно где им воды нет соли и фас все разбирают руками окей просто пытаюсь понять если там что-то интересно вот еще обьянка еще история обьянке и еще и еще так ну туда чё-то лезть как-то на не очень хочется наверное шли по лестнице давай она нигде не обрушилась я просто по ней поднимусь да а то я вообще не вижу на этом маяке как бы я мог на него залезть с внешней стороны и я наконец-то ухожу я так рад или рада 12 октав после джусанта я не спал всю ночь в офисе значит записка приглянулась мне звучало просто как поэзия экспедиция к облакам в надежде найти надежду и воду присоединяйтесь к нам 12 октавы бека и ферма арла хайфилд чтобы отправиться в путешествие после столького времени найти смысл в жизни это будет неплохо посмотреть мир как сказала бы эми надеюсь что мы остановимся около ее дома только мысль о том что я снова ее увижу этого достаточно чтобы принять правильное решение будут наверняка еще другие приключения после того как я покину это место лоутай тут она называется я не хочу не хочу отправляться в эту экспедицию в одиночку в последний раз короче я хочу отправиться в облака о нет мои родители я забыл о них что я им скажу ребята я отправляюсь в путешествие увидимся и только если я вернусь конечно бьянка дорогая не забудьте взять закуску наверное лучше ничего не говорить я все таки возьму закуску так что еще что обычно люди берут на такого рода путешествия одно совершенно точно что за путешествие без записной книжки это у меня есть я планирую сделать экспедицию сейчас собираюсь полностью прописывать все в дневнике по пути и про всех кто кого я встречу начиная с этого сообщения прощай мой маяк ты меня принял с теплом и как это будет по-русски и короче составлял меня компанию ты всегда был здесь для меня я ухожу я буду следить за тобой с неба чтобы закончить это сообщение я оставляю одно из своих созданий приключения зовут окей а каким образом я туда должен залезть а самое интересное думаю что это какое-то будет сейчас ну интересное сообщение оно было просто очень долгим и ну в целом да про персонажа но зато мы знаем что вот какое-то путешествие каким-то там небесам она отправилась куда-то а ну так наверное а ну типа полезла наверх имеется ввиду релиз а окей главное не навернуться так-то по сути я сейчас занимаюсь тем же самым пытаемся залезть куда-то наверх что бы это ни было так ну как бы сюда ты не залезешь да наверно а прыгать далековато хотя если двойной ты сделаешь во отлично красотка вообще ты ты вообще кстати кто ты мальчик или девочка вот что-то и она на девочку похожа так я просил ему о помощи а окей мы не поняли здесь много стори тейлинга через записки ух ты ничего себе чуть такое что-то для воды для не знаю сбор дождя я СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А мы вообще еще и природу ходим, восстанавливаем, оказывается. Окей. Мне понравилось в целом. То есть хочется в это, да, поиграть. То есть там, видимо, будет несколько таких точек, которые надо будет активировать посредством как раз... Я не понимаю, кто у нас главный герой, что это за светящиеся татуировки, что это за животное. Но выглядит прикольно. Атмосфера есть, графика необычная, но в это же время вот не перегруженная. То есть какая-то просто своеобразная, складывающаяся в какую-то симпатичную картинку. И да, мы поиграем в это на релиз, скорее всего. Пройдем. Я не думаю, что это прям будет очень большая игра. Вот. Я не помню, когда она выходит. То ли в 23-м, то ли в 24-м. По-моему, стояло, что просто когда-то в 24-м она выйдет. Так что какие-то моменты, может быть, еще подкрутят. В том числе оптимизацию было бы неплохо, да? Потому что такой графон как бы, ну... Ну и, собственно, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Это была Демерсия Джусант. Если это так, то поставьте лайк, прокомментируйте. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Также не забудьте зайти в Телеграм, чтобы не пропускать игровые новости, анонсы и розыгрыши ключей. И бусте с бонусным контентом для бустеров и эксклюзивными видосами. А на этом все. Вы были на канале FastGoreTV. Еще раз демерсия Джусант. Всем пока.